Футбольный клуб «Тверь» одержал уверенную победу в очередном матче профессиональной футбольной лиги. В поединке 25-го тура команда Вадима Гаранина в родных стенах разгромила «Луки Энергия» из «Великих Лук». Впрочем, сам наставник нашего коллектива в игре участия не принимал. Рулевой «Твери» отбывал дисквалификацию из-за перебора желтых карточек. Об этой и других пережитых перипетиях прошедшей встречи расскажет наш корреспондент. О том, что в матче 25-го тура профессиональной футбольной лиги «Твери» нужно побеждать во что бы то ни стало, говорили и поражение в прошлом туре от Ленинградца, и турнирная ситуация в группе 2. Потеря очков в поединке с «Луками Энергия» ставила бы под серьезные сомнения борьбу тверского коллектива за первую тройку. По всей видимости, именно с этой мыслью футболисты «Твери» вышли на поле стадиона «Юность» под палящее майское солнце. И несмотря на не самые простые условия для игры, матч проходил при температуре выше плюс 30, сходу завладели инициативой. Впрочем, перевести игровое преимущество в голы долго не удавалось. Первый мяч в сетке ворот команды из «Великих Лук» затрепыхался лишь под занавес первого тайма. На 40-й минуте отличился Игорь Турсунов. Турсунов, удар! Вот мяч залетает, таки в сетку ворот непробиваемый. Ваулин сдает свои позиции в этом эпизоде, и Тверь открывает счет. Блестящий гол. Игорь Турсунов. На перерыв команды ушли при счете 1-0, а сразу после свистка арбитра, известившего о начале второго тайма, тверетяне продолжили давление. Результат пришел на исходе 67-й минуты встречи. Вышедший на замену Иван Козлов завершил комбинацию в одно касание. А на 81-й минуте черту под матчем подвел Дмитрий Рощупкин, неотразимо пробивший левой ногой с разворота. Мяч залетает в сетку! Примечательно, что на эту встречу тверская команда выходила без главного тренера. Вадим Гаранин отбывал дисквалификацию из-за перебора желтых карточек. Сбровки действиями игроков руководил Александр Аверьянов. Исполняющий обязанности рулевого тверетяна отметил, что матч проходил в сложных погодных условиях, но команда продемонстрировала выдержку и стойкость. Позитивные эмоции остались после игры. От качества игры, от результата игры, безусловно. Что тоже рады и болельщик, я думаю, и каждого из нас, кто переживает за команду. Поэтому, я думаю, мы сегодня всем довольны остались. Победа позволила Твери удержать четвертую строчку в турнирной таблице. Следующий матч тверского коллектива намечен на 23 мая. Подопечные Вадима Гаранин отправятся в Смоленск.